Некультурные граждане на память о своем пребывании в каком-либо месте высекают до сих пор бессмертное «Здесь был Вася». А вот граждане культурные, такие как выпускник худографа Алексей Чернов, после окончания альмаматор оставляют на стене граффити размером с дом. Яркая картина торца учебного корпуса ЧКПУ имени Ивана Яковлева уже засветилась в соцсетях. Для создания столь масштабного полотна понадобилось около 150 баллончиков и 5 ведер фасадной краски. Всего неделю назад здесь на высоте кипела работа. Финалист отборочного этапа фестиваля стрит-арта «Формарт» Алексея Чернова мы ради интервью буквально спустили с небес на землю. Тема фестиваля этого года – сквозь время. Участники должны отразить культурное наследие народов и регионов России. На правой части изображен натюрморт и голова скульптуры античной. Это все подсказывает, направляет нас на тему живописи, потому что на академических рисунках рисуют такие вещи. А слева изображены музыканты, снизу художники. То есть все сферы культуры совмещены. Алексей по совпадению в этом году окончил худграф. Вот такая вот визитка останется на долгую память. Лет 10 даже на солнечной стороне граффити должно оставаться ярким по задумке. Интересно, что работа начиналась и вовсе при свете Луны. На такую большую площадь такой рисунок наносится с помощью проектора. Организаторы нашли мне подходящий проектор. Мы его вот здесь выставили и светили на стену ночью. Работа ночью – не единственный вызов. Мы ради эксперимента отправили оператора с камеры повторить путь художника вверх. На высоте звук скрипящей люльки, завывание ветра и еще все две недели палящее солнце. Художник признался, что сначала чувство было странное, но когда увлекаешься процессом, перестаешь замечать все, кроме валика, баллончика и стены. Чебоксары уже выполнили условия конкурса, по которому с июля по сентябрь художники должны нанести свои граффити. Скоро стартует общественное голосование, по итогам которого определятся победители. Приз за первое место в этом году составит 200 тысяч рублей. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Чувашской республики. Анна Филипова, Святослав Петров, Вести Чувашия.